Музыка Надеи гучит у Гомели. Международный детячий конкурс, якому сё лето спаунилась 20 годов, проходит у колледжа Мастатства имя Соколовского. На протягу четырёх дён юные виртуозы игры на фортепиано будут змогаться за звание лепшого. За выниками первого конкурсного дня назирала Ганна Корольчук. Перший фестиваль Музыка Надеи пройшёл в 1996 году с метой поддержки юных талентов из чернобыльских регионов. Сегодня это международный форум, на котором выступило больше тысячи молодых талентов из восьми краин света. Всё лето конкурс собрал с высшастидесяти удельников из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Литвы и Израиля. Гэтая детья уже лепшая. Кожен пройшёл сурьёзный отбор перед поездкой в Гомель. Я вообще заниматься начала с трёх лет. Начиная с маленькой ёлочки, холодной зимой одним пальчиком. Я была в проекте «Я пою», потом мне сказали, что у меня есть хороший голос. Меня отвели в музыкальную школу. Моя мама хотела меня просто на хоровой отдать, а сказали нет, у неё хорошие пальцы, будет ходить на пианино. Юные таленты будут демонстровать маэстерство игры на фортепиано у троху взрослых группах – от восьми до шаснадцати годов. И когда для конкурсантов это шанс для реализации таленту, то для журы махчымасть открыть новые имёны и вызначить самых талиновитых выканавцев. Десятигодовая Ксения Брыдкевич приехала за Сиповича. Девчонка хвалюется и у перапынку помеж прослуховываниями отпрацовывает детали выступления. Головная для её, як и для усіх, кто выходит на сцену – велизарная любовь до музыки. Я хотела заниматься на фортепиано, потому что в телевизоре пальцы быстро идут. И вдруг смотрят мои родители фильм. У нас была дудочка, и я просто сыграла под неё. Родители решили меня отдать музыкальную школу. Стараюсь играть каждый день, чтобы хорошо сыграть, уверенно. У конкурсных дней ладятся концерты выдатных музыкантов Беларуси, близкого и далёкого замежа, и майстер-классы от членов журы. Конкурс протягнется до 9-го снежня. Переможцы отримают дипломы и премии. А кроме того, лауреаты учекают стипенды из специального фонда президента по подтримцам талиновитой молодзи. Особливый подарунок подрыхтован специально до юбилея конкурсу. Специальный фонд президента по поддержке талантливой молодёжи выделил средства для приобретения рояля. Сегодня мы на сцене можем видеть, как наши дети будут показывать свои конкурсные программы на японском рояле «Ямаха». Это, конечно, для них огромный подарок. Ну и подарок, конечно, для нас, для слушателей.